Всем привет! Сегодня мы поговорим про человека, который старший по званию после Мельникова, а также если в конце игры Артём выживет, то он предложит спартанцам выбрать его в качестве их нового лидера. Сегодня мы говорим про Идиота. Поехали! Идиот сам выбрал себе такое прозвище, но на самом деле он один из самых умных членов отряда. Он часто приходит в отчаяние от жизни, её бессмысленности и войны между людьми. Идиот – главный философ на борту Авроры. Он считает, что перед тем, как использовать силу, сперва нужно всё тщательно взвесить. 14 февраля 2035 года вместе со своей частью группы Алёшей, Князем и Дамиром, кстати, про них видосики я уже сделал, можно посмотреть их на моём канале. Идиот спасает Артёма от стаи стражей после неудачного возвращения последнего с поверхности, а затем доставляет в лазарет, где переливает свою кровь. Выйдя из лазарета, Артём встречает и других хорошо знакомых спартанцев, включая высшую поменятых спасителей. Они приветствуют брата по оружию в дружеской обстановке и решают отметить его выздоровление. Проходит неделя. Идиот присоединяется к Мельнику и отправляется в район Южного Бутова для поиска Анны и Артёма. Выясняется, что они при помощи машиниста по имени Ермак временно вывели из строя станцию подавления сигналов и захватили паровоз Ганзы. Мельник, понимая, что подобный проступок никогда не простят и их расстреляют как предателей, решают спасти свою дочь и Артёма от расправы со стороны невидимых наблюдателей. Сергей впутывается в дело и вместе с остальными немедленно уезжает прочь на этом самом паровозе. Именно Идиот предлагает назвать новый передвижной дом спартанцев в честь древнеримской богини утренней зари и знаменитого крейсера. Как нельзя кстати, Идиот и Сэм спасают Артёма и Мельника от каннибалов в правительственном бункере под Ямонтау. Те уже собирались разделывать полковника. Они отбиваются от стаи свихнувшихся людоедов и поднимаются на лифте. Мельник приказывает бойцам как можно скорее найти его дочь Анну. Времени на поиски мало, поэтому отряд разделяется. Мельник с Идиотом отправляются захватывать командный центр, Сэм будет осматривать фильтровентиляционную, генераторную и склад, а Артём – казармы и медблок. Высадив протагониста на нужном ему этаже, остальные едут дальше. Пока Артём вызволял супругу, Мельник с Идиотом уже захватили командный пункт и теперь зовут героев туда. Копающийся в компьютере Идиот находит информацию о Каспийском и Новосибирском центрах спутниковой связи, работавших какое-то время после войны. Там должны быть карты радиационного заражения местности, которые могут помочь экипажу Авроры решить, что делать дальше. Вернувшись на Аврору, спустя несколько часов, экипаж поезда соберется в рубки машиниста и примется обсуждать дальнейшие действия. Споры и самообвинения ни к чему не приведут, поэтому в разговор сострянет Идиот и напомнит о центре связи на Каспийском море. Так у отряда Мельника появится новая цель. А по прибытии в Новосибирск вместе с Сэмом Крестом и Степаном Идиот отправляется в местный железнодорожный музей за снегочистителем для Авроры. Идиот сам себя назвал Идиотом из природной скромности, а может быть в честь героя Фёдора Михайловича Достоевского. На самом-то деле он самый образованный и искушённый из всех бойцов Мельника. И ещё в метро он был его правой рукой, заместителем по самым чувствительным вопросам. Главный вопрос такой. Что знает Идиот обо всей нашей ситуации? С людьми, которые вынуждены сидеть в метро, с войной, которая то ли закончилась, то ли нет, с тем, кто в метро, кем правят и как. Итак, Идиот любит поразглагольствовать, но при этом лишнего он не скажет. Заболтает тебя с своими рассуждениями, с одной стороны так, с другой этак. Если тебе кажется, что истина где-то рядом, поговори с Идиотом, он тебя точно запутает. Одного не понимаю, что такому человеку делать в Ордене, чего он ищет в бою. Но именно в бою Идиот преображается. Куда только деваются его задумчивость и его говорливость. Он собран, чё так беспощаден. Именно он на пару с Сэмом спас нас в бункере под горой Ямонтау от людоедов, а потом сумел истолковать данные спутников и обозначить для нас новые цели. Чем больше полковник злится на меня, тем больше он полагается на Идиота. И я думаю, что когда Святослав Константинович решится всё-таки уйти в отставку, командование Орденом или тем, что от него останется, он передаст именно Идиоту.